Ребят, то, что сейчас происходит здесь, вокруг меня, я вам сниму чуточку попозже. У меня аккумуляторы на последнем издыхании, но вот этот вид я пропустить не могу. Вот скажу честно, я даже не ожидал, когда сюда заезжал. Я думал, каньончик, а здесь просто сногсшибательные вещи. И вот туда вот, вот туда вот, в самый низ, можно спуститься к воде. Моя GoPro наконец-то зарядилась, и я вам могу сделать маленький обзорчик. Знакомьтесь, мой товарищ, турецкий друг, привет, привет. Один, второй, не хотел со мной общаться. О чем может еще мечтать мотопутешественник? О чашечке кофе в каком-нибудь знаменательном, классном месте, которое он хочет запомнить на всю жизнь. Вот здесь много отдыхает простых людей, я бы даже сказал совсем простых. Я думаю, это с ближайшего села. Я не знаю, какая у него высота, но он просто огромный. Он производит такое неизгладимое впечатление, я вам даже передать не могу. Просто офигеть. Ветер дует, и морозь такая летит с водопада. Воу, прохладно, хорошо, классно. И сейчас уже начало пятого. Вы представляете, 200 километров с 10 утра. Зато какие. Можно уже все, день закрывать. День удался. А у меня последние кадры этого места. Хочется его как бы записать, как на пленку. Или на карту, на сидишку. В голову вбить. Это супер. И также я прощаюсь с вот этими тремя водопадами. Вот такими мощными, мощнейшими. Особенно вот этот вот центральный. А сейчас вам будет нарезочка потрясных кадров, которые, я думаю, раскроют всю красоту этого места. Продолжение следует... Когда я двигался сюда, мне этот каньон показался настолько бесконечно длинным. Я охал и ахал. А сейчас я его просто пролетел на одном дыхании. И я заходил вот оттуда. А на выход мне... Вот сюда, вот в горы. Потому что я еду в сторону Адданной. И это просто замечательно. Потому что это для меня новая дорога. И мне очень интересно. Господи, с этим солнцем же, что-то просто какой-то кошмар. Ничего из-за него не видно. Ой, давай разворачивайся. Давай в тень. Валим, валим, валим. Так, ответ на вопрос, скользкий ли асфальт в Турции. У меня ребята спрашивали, говорят, ногу ставим, скользит. Да, ногу ставим, скользит. Но у меня проблем с заносом на поворотах не было. Я, бывает, мот ложу хорошо. Ну, не прям там до подножек. Ну, не менжуюсь. Блин, ну там он где-то будет переходить дорогу. Но я надеюсь, она не закончится и не превратится в гравий или в щебень. Как обычно турки любят со мной шутить. Шутки. А что произошло? Что изменилось? Что случилось? Почему вдруг отбойники появились? То, что их не было. Может, потому что очень высоко уже. Тогда было высоко, а сейчас очень высоко. Что-то дорога как караедом побитая, как шашелем побитая. Местами, особенно, блин, на поворотах. Вон, куски асфальта выдраны. И оно неприятно. Надо ехать стоя против солнца. Что-то там увидишь, блин, против солнца. Блин, жопа. Хорошо, хоть по встречке можно ехать, больше никого нет. Опа, вышка. Вы посмотрите. Вышка. А знаете, о чем это говорит? 4,5 G. Вот клянусь, 4,5 G у меня показывает телефон. Что это значит, не знаю. Но думаю, это, блин, бомба. Что, вы серьезно? Все-таки грунтовка? Блин, как? Вот как может закончиться вот такая вот дорога? Да вообще, сейчас надо переформатировать. Куда я вообще еду? Ну, она ничем не уступает по качеству тому асфальту хреновому. Блин, ну я не ожидал. Вот на карту. Ну, карта показывает, что да, это основная дорога. Все нормально. Мол, типа, боковые другие ответвления, это все неправда. Едь по этой. 46 километров, час 16. Ё-моё, а! Была бы она хоть грунтовка, как грунтовка. Человеческая. Так нет. Блин, встречаются камни такие. Ну, вот типа вот такого, но это еще не очень. Как с этими камнями можно бороться, блядь? А тот еще, который в Хуло собрался, в Грузию. Думаю, я поеду в Грузию, в горную деревушку Хуло и Дартло. Ага. Там будет пожестче. Так что давай, тренируйся. Кто такой крупный щебень придумал? А дальше? Наверх? Мать твою. Че, серьезно, блядь? Х**а себе, блядь. Пошел, я посмотрю. Че за х**ня-то? Не, ну идиоты совсем. Нахера тогда наносить эту дорогу. Или сделайте ее уже толково. Ну, я приду, я говорил. Ну, как? И все, дорога, а вот и где? Да нет меня тут. Я, блин, тут в провале. Всегда разведывайте направление, если сомневаетесь. Ну, вот как вот сейчас я сделал. Я возвращаюсь. Посмотрю, в общем, там есть съезды. Но обратно чуточку повеселее. Дело пошло. Я уже так справляюсь нормально. Но все равно кидаю. В таких неожиданных местах. Бляха. И тут дороги нету. Че за фигня? А ну давай помониторим. Вообще, куда я заехал? Ё-моё-моё. Так, появились какие-то знаки. И? И, блин, че? Твою за ногу. Я мордой стою туда. Мне развернуться. Вернуться. Куда мне ехать? Ё-моё. Все, я понял. Мне, наверное, вниз. Она вот так рисует. А потом резко раз влево. И там хорошая дорога. Блин, наверное. Походу, гугл сам в шоке. Не знаю, че тут делать-то. Он меня уже вот так вот крутил. Блин, капец. Те же яйца, только сбоку. Туда, да, правильно? Знак же стоит направо. Все, значит, направо. Опять кусочек асфальта. Надо порадоваться. Все не так уж и плохо, да. Но дело в том, что через полчаса тут уже будет смеркаться. А через час тут шоу-негров жорит. Нет, прикиньте, он показывает, что я вообще не в том направлении движусь. Там вообще ничего нет. Где-то тут прямая дорога. Ну, вот, по идее, она вот так вот прямо вот здесь вот она вот прямо и идет. Вот, где? Вон наверх. Идиоты, что ли, совсем? А реально тут выездов нет. Ладно, давайте на связи. Буду вас держать в курсе событий. Давно мечтал переночевать где-то в горах. На каком-то склоне. Думал, полянка. А тут, блин, футбольное поле. Вот как они играют тут в футбол? Чуть-чуть сильнее мячик ударил, и все. Накачивайте, давайте, второй мяч. Расчистить эту полянку и ставить палатку. Я так и сделаю. Машины тут редко ходят. Теперь же надо так заехать по красоте, чтобы я мог потом отсюда выгрести спокойно, не напрягаясь. Поставить мотоцикл. Вот, примерно, вот так вот. Вот так вот. Нормально. Все. Па-па-бам. Жизнь налаживается. Лагерь разбит. Мотоцикл припаркован. Палаточка на месте. Верхний тент ставить не буду. Ветра нету. Комаров нету. Здесь не холодно. Просто замечательно. Чай, кофе, бутерброды с шоколадным маслом, кашка. И можно отдыхать. Ну, а завтра, как я говорю, утро вечера мудренее. Распетляем все эти дела. Вот как интересно карты ложатся. Вот была бы дорога, проехал бы я там. Но я бы не был здесь и сейчас на этом месте. И не было бы этого вечера. Все-таки дело случая такая поразительная вещь. А здесь скажу, что достаточно оживленное движение. Раз в пять минут проезжали машины. Только вот сейчас стемнело. Начало девятого и как-то чуть-чуть подпритихло. Мне просто любопытно. Я завтра выйду. Может быть, за кем-то проеду. Посмотрю, откуда и куда они едут. В этом спальнике однозначно в Норвегию ехать нельзя. Вторую ночь мерзну. На телефоне смотрю. Не знаю, насколько правду показывают. Но показывают. Вот 6 утра, 14 градусов. Накидку на палатку накинулся. Там ветер, дела. Я не могу сказать, что там прям холод. Бля, я замерз. Или я совсем отрыщал тут уже. И у меня жира нет. И меня ничего не греет. Блин, я просто мерзну. У меня такое чувство, что у меня спальник подменили. Вот реально. Туда я уже ездил 4 раза. Но показывают упорно туда выезд. Манал я. Я вернусь через каньон. И выезжаю к городку нигде. Да, есть такой городок нигде. Вот, наверное, в честь него и гору назвали. И напрямую трассу на Мерсин. Ну, а эту дорогу вы уже знаете, видели. Если я по ней вчера прошел, рассказывать особо тут нечего. Ну, скучно. Не люблю я. Не люблю я одной и той же дорогой ездить два раза. Что-то новенькое хочется посмотреть. Но, повторюсь, то, о чем я вчера вечером говорил. Если бы карта легла по-другому, не было бы этого вечера, не было бы этого места ночевки. Ну, было бы совсем по-другому. Местечко-то было действительно реально классное. Непредсказуемо дорога. То расширяется, то сужается. Понять, почему это происходит, очень сложно. Ну, а ну-ка, я провтыкал все, все родники на пути. Все до одного. Пока вспомнил, пока очухался, пока перестал мечтать, ну, все проехал уже. А воды-то нету. Я уже несколько километров движусь по такому необычному участку дороги, где вокруг меня постоянно зелень. Справа голые горы, слева скальные горы. А я иду вот по такой долине, густо такой, засаженной вот высокими тополями. Очень много яблоневых садов. Яблоки аж на солнце аж горят. И встречаются небольшие деревушки. И даже пару мили парков встретил. Это вдоль реки стоят столики, в тени деревьев. Это зоны отдыха. Наконец-то встретился хоть какой-то такой более-менее крупный городок. Да с магазином, да кофе хочу. Ой, тут кофейн, дур-дур в ведро. Все столики заняты. Дедушки все сидят, пьют чай. Ну, это, походу, был центр. Дальше все уже, наверное, ничего нет. И сейчас, секунду. Раздуплю. Может, маркет какой-то найду. Это перевал Келетилийские ворота. И я как раз сейчас этот городок объехал. Но я в маркете так ничего и не купил. По одной простой причине. Ну, какого-то частного маленького характера. Цен нет. Вообще бабка с дедом сидят. То есть, ну, вы же понимаете, чем это сейчас все закончится? Они мне что-то бельме-бельме. Ну, сейчас они мне, думаю, насчитают. Короче, я еду дальше. И, возможно, там по пути. Буду голодный. Не хочу я петлять по этому душному, пыльному городу. Правда, я чуточку-чуточку подкорректировал маршрут. Здесь есть смотровая точка, которая открывает вид на каньон. Который разделяет, который проходит между двумя горными хребтами. Вот этот мой поворот. И я, так понимаю, должен взобраться на эту гору. Что-то как-то, как-то такое ощущение, что мой энтузиазм начинает давать сбой. Если раньше мне было... А, да, сюда. Сколько? 50 километров. Потом возвращаться этой же дорогой. Да пофигу, поехали. Сейчас я думаю, ага, 6 километров туда. Да, потом 6 километров обратно по вот этой вот дороге. Может, ну его нафиг. Или мне нужен отдых уже. Ну или надо потихонечку действительно собираться домой. Так, 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 тарарарик, вниз. Вот это вот, блин, буерраками какими-то. Куда-то загреб. Куда я прусь опять, а? Я уперся в ограничитель. Все, баста, дорога закрыта. Смотровой площадки. Вот тебе, Сережа. Тут встану и пойду на разведку. А, на самом деле, на карте видно две точки. Одна чуть-чуть левее, вторая вот эта. А одинаковые фотографии на них стоят. Какая из них настоящая. Пока не проверю, не узнаю. А, я такой молодец. Взял такую коробочку. Это для того, чтобы не вынимать. Чтобы вынять камеру с этой коробочки, которая крепится. И сразу сюда вставил. И все, и со штативчика снял. Но я штативчик не взял. Не знаю, где дорога. Вот же она, вот же. Очевидно ж. Я не знаю, что там они отгородили. Вот надо она мне. Вот она. Как? Вот как это возможно? Вот это, наверное, второе ответвление идет на эту же точку. Кстати, если вы кружите в этом районе. И вдруг вас застала ночь. Либо вечер. Вот здесь вот реально переночевать. И я думаю, вряд ли кто-то ночью будет дышаться. Сейчас давай, давай, Сережа. Давай, остаются последние метры. Символично флаг, конечно. Давай, загребай уже. Ну вот, как бы понятна причина, почему все сюда едут. Это вид на Киликилийские ворота. Ну а так как меня фотографировать некому, я сам себя буду снимать. Полтора метра до края, а уже страшно. Я вам серьезно говорю, страшно. Ой, кажется, что сейчас меня унесет туда. Ну вот, примерно вот такой вот вид. Где-то я слышал, что в этом районе есть крепость. Старая. Самая старая. Самое древнее в мире военное сооружение, которому 6,5 тысяч лет. И по-моему, это она и есть. Каппадокия, Киликилия. Есть каньон. Есть две горы, между которыми проходит каньон. Это чуть ли не единственный проход с Малой Азии в Сирию. И это была территория арабов, киликлийские, пираты. Эта крепость была бастионом, которая еще в те времена защищала Византию со столицы Константинополя. Вот вторжение арабов. Ничего не осталось. А вот античные какие-то вот камни, чуть-чуть внешней стены, ворота вы видели. Ну и все. И через этот перевал шли объединенные войска крестоносцев в первом крестовом подходе, кстати. И говорят, поговаривают, что войска Александра Македонского тоже переходили именно здесь, через каньон для вторжения в Азию, когда шли на Вавилон. Ну вот так вот хочет человек сфотографировать или сняться на фоне единственно сохранившейся стены. Охрен вам! Модные, блин, туристы. Турецкие, кстати. Поставили свой модный белый джип под самые ворота. Вон, 100 метров парковка. Шлепки. Достаточно живописная дорога на спуск, пока я не выйду на основную дорогу. И тут, кстати, в лесу вокруг вообще шикарно. Полно мест, где можно остановиться. Вон, смотрите, полянки какие-то. Это я в Тулю по встречке. Провтыкал поворот. Оказывается, эта дорога на автобан. А мне на автобан не надо. Мне надо не на автобан. А я лохопедищу. Смотрю, туда Мерсин, сюда Мерсин. А на цвет знака не обратил внимания, что он зеленый. Мерсин, сюда Мерсин. Что сказать? Уперся я, конечно, не на шутку. Для меня это подвиг. За сегодняшний день получится 600 километров. И я вот это провалил 3 часа. Два раза остановился. Один раз на заправку. Второй раз только что на кофе. И мне остается 60 километров. И показывает 60 минут. Это означает, что будет горные серпантины. А у меня задние колодки в ноль. Задние колодки в ноль. Я услышал характерный звук. Посмотрел и понял, что там вообще ничего нет. Короче, торможу чуточку-чуточку передним. И работаю только двигателем. Так что вот так вот у меня, как всегда, экшен такой. Сегодня он ночной. Ага, фуры разъехаться не могут. А чего вы не можете разъехаться? Представляете? Вроде все нормально. Я думал, кто тут уже чуть ли не перевернут. Что случилось? Да что там такое? Что там происходит? Почему пробка? Навстречу стоят. Вот это сейчас. Перед ним никого нет. Гляньте, что делается. Еле плетутся. Я ж ничего сделать не могу. Я ж без тормозов. Ну куда? Можно было бы что-то там рискнуть. Попукать чуть-чуть. На одном он переднем тормозе. Сейчас в город хоть в освещении. Слава богу. Ну я на том же месте в кемпинге. Только у меня чуть-чуть другой стол. Я спер уже стол побольше. Часов в 11 разбил кемпинг. Потому что пока я покупался, пока я поел. Это не главное. Главное то, что я думал, как начну. Сегодняшнее утреннее видео. Он такой, мол, я в море такой лежу. Я говорю, доброе утро. Утро начинать с моря. В 5.30 я получил сообщение от Русика. Они были на горе Химера. И он сломал мою. Я думаю, он шутит. Но это нереально. Короче. Он сейчас на связь не выходит. Я ему там написал. Все. Он там думает. Он такой на энтузиазме. И он молодец. Все нормально. Гипс сделали. Все сделали. Все там думаем. Эвакуатор. Я с ним хочу поговорить. Есть один вариант. Ну как бы я уже тут соображаю. Я могу отогнать его мотоцикл на Карасу. Кинуть здесь свой. На паркинге. Отогнать на Карасу. Погрузить его на паром на Одессу или на Ильичевск. Все. Там его примут. Большой привет. Это я вернусь сюда и вернусь на своем мотоцикле. Это единственный вариант. Недорогой. Я вот сижу, я соображаю. Мне не верится. Мне не может быть такого. Ну а пока надо вспомнить, где уж у меня колодки упакованы. Да. Та-да-да. Бинго. Проблема. Я не могу сорвать болт. Есть торцевой. Подходит, да. Но рычага нет. А на 14 ключ. Просто, блядь, проскакивает. Он стирает. Но я уже понял, что его откручивать не надо. Судя по тому, как я подергал, он ходит. Я уже догадался, что он на оси на своей поднимает полностью. Весь механизм. Моя задача теперь сорвать. Сорвать вот этот болт. И открутить, который держит колодку. Так я его сорвать не могу. Своими вот этими маленькими ключами. Все нормально. Окей. Колодки я уже разжал отверткой. Мне теперь самое главное болт не провтыкать. Вот и колодочки наши. Та-да-дам. Видно? О, так я тут фестивалил уже. Прикиньте. По металлу. Ну, это буквально последние километры. Потому что, когда я с перевала выезжал, еще звуков не было. Хотя, ну, мой бог, мой бог. Надо было поглядывать. А передние тормоза я, диски я не смог открутить, проверить, посмотреть. Потому что этими рожковыми ключами я не могу сорвать эти болты. На будущее надо с собой, наверное, приобретать какой-то определенный комплект с накидными. Чтобы можно приложить усилия. Полдня релакса и дальше двигаю в Чаралы. Тот кемп, где мы с Сережей и с Мариной были. Я вчера просто до него физически не дотянул. Ну, а тему с Русиком закрыли. Вот сейчас, вот в 11 часов, его забирает машина. Они нашли местного, который за 450 долларов отвезет его на Карасу. Продолжение следует... На баке 345 километров и только замигал резерв. I'm sorry, 381 до 400 не дотянул. Сейчас глянем, сколько набульбеним. Так, 18 литров. Чуточку больше, чем 4 литра. Thank you. Ciao. Сейчас я вам покажу, за что я еще люблю эту заправку. Sim, sim, откройся. Смотрите. Я в перчатках, он меня не видит по каким-то перчаткам. Оп. А вот теперь приколитесь к туалету. Пахнет цветами. Это не туалет, это просто сказка. Тут не только туалет, но только штучка с моей рукой проводить, я не буду этого делать. Иду сюда. Все технично, технологично. Все. The best. Пока солнышко еще не шмалит, пару частиков на пляжике, могу себе позволить. Когда я еще на море попаду, в следующем году, может быть. И по такому поводу у меня привезенные с собой вкусняшки сушеные. Изюм, банан, орешки всякие. Я их специально месяц возил, именно для такого повода. А, кстати, арбузик пошел бы сейчас, как нечего делать. Холодничка холодненький, не осилил. И поэтому у нас что? У нас традиционный сыр и виноград. Я не изменяю своим традициям. Да и просто это единственное, что в горло лезет в такую жару. Несмотря на то, что такое классное место, бухточка такая обалденная, водичка чистая, жарко, что капец. И у меня два варианта, либо сидеть вот так вот в воде по шее, либо в кемпинге, в прохладнике, так чуть-чуть продуваемом ветерочком. А, либо ехать, ехать. А сейчас надо ехать, ехать. Хотел сказать, что главная сегодня задача, это доехать к механику и раскрутить, посмотреть передние диски. Становлюсь. Так, вроде все делать так, так. А моток не заводится. Сцепление выжил. Жму. А он не жужжит. У меня внизу живота закрутились. Все, крантец. А сколько мне ехать? А мне ехать 1,6 километров осталось. Буду катить. Я не знаю, что делать-то. Честно, я просто офигел. Все нормально было. Просто остановился. Просто заглушил двигатель. Все. Не крутит. Стартер. Что это такое? Ну, это первое, что мне пришло в голову. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!